Так, друзья, мы прошли обратную сторону границы этого города Никосия. Находимся на острове Кипр. Вот, и идем обратно. Интересно, что на обратной стороне турки проверили, а в которой женщина сидела с этой стороны уже, киприотка или гречанка, она посмотрела, так, один паспорт посмотрела, второй даже смотреть не стала, типа, идите. Какие его дела? Еще такая интересная вещь, видите, вот этот я Иран купил. Я его купил на той стороне, на турецкой стороне за 2 евро. Дело в том, что это уже второй Иран. То есть я вот только что выпил одну вот такую большую бутылку Ирана, ну, вдвоем, правда, мы ее выпили, но в офисном я пил. Дело в том, что он очень вкусный. Вот из-за того, что он такой вкусный, я его сразу выпил. Поэтому пошел, взял второй. Этот уже полный у меня, вот он целый. И сейчас на границе вот эти турки, он мне говорит, Иран, туда-сюда, я ему говорю, да, говорю, я взял вот такую штуку, 2 евро отдал. И говорю, что вот на этой стороне, на киприотской стороне, вот такой Иран, только поменьше, то есть примерно в половину даже меньше, я сейчас не помню, сколько там было, стоит 2,5 евро. Этот стоит 2 евро. А он говорит, что то, что ты взял вот этот за 2 евро, ты дорого взял. Если бы ты, типа, прошел, говорит, туда-дальше, внутрь, то ты взял бы в 2 раза дешевле. То есть получается, что вот такой Иран, оказывается, можно было взять и за евро, или за 1,5 евро. И вот здесь вещи происходят. Я так думаю, что все то же самое и с остальными вещами. То есть вот на границе, вот этот кусок, граница центральной улицы, мы сейчас находимся, вот этот Арбат такой здесь местный. Вот я думаю, что здесь все в таких вот ценах, как бы все дешевле. Еще такая интересная вещь, что на той, с турецкой стороне границы, за границей, там очень много, большое количество разного одежды разной, барахла вот этого, поддельного. А переходишь на эту сторону, сразу уже написано, что типа Made in Italy, Made in Italy, Made in Italy, такие надписи везде стоят. Хотя я не знаю, на самом деле это так или нет. Может быть, если так реально посудить, то это все элементарно. Можно одну минуту границу перейти. И тот же Made in Italy будет... Что там? Сейчас для любой девочки... Господи, сколько Барби стоят. А, да? Барби и сейчас для любой девочки шалаш. Я был в день 10 лет, когда она зашла, мне не взяла группа. Все вместе и шалаш, и рай в шалаше. То есть и Барби, и рай в шалаше. Поэтому такие интересные вещи. Но могу сказать, что эта сторона, киприотская сторона, она все равно какая-то более такая цивильная, скажем так. Видите, как здесь все выглядит? Более красиво, более... А, ну это, наверное, потому что это же Европа у нас. А Турция это все-таки еще не Европа. Возможно, это из-за этого. Не буду сейчас утверждать, но если так просто взглянуть на это все, то здесь как-то все более по-европейскому. Видончик такой. в этой стороне. Так что, сейчас прогуляемся с вами по этому городу. Покажу вам, что здесь есть. Правда, у меня батареи мало. Но посмотрим. Так, пойдем тогда с этой улицы куда-нибудь отойдем, наверное, да? А сейчас мы выйдем там. Посмотрим, что у нас. Что у нас вот есть еще в этом городе. В этой центральной улице. Виолетта. Виолетта, Виолетта. Здесь тоже, видите, по 5 евро, по 25 евро. Валом разного товара. Так, друзья, давайте-ка я лучше буду сейчас выключаться, потому что у меня осталось написано 12 минут. Эту улицу я уже снимал. Поэтому попозже на связь. Ну вот, смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Находимся на острове Кипр. На кипрской стороне острова города, точнее, Никосия. Пока все. Продолжение следует... Продолжение следует...